Добрый вечер, уважаемые телезрители! С вами Энергия Удачи и, конечно, прекрасный ведущий Дмитрий Шиш. Ну, Танюша никак без комментариев не может обойтись. Это менеджер торгового дома Энергия. Сегодня вместе со мной и с нашей дружной командой она будет вести эфир. Как настроение? Слушай, 21 мая на календаре. Не за горами выпускные экзамены, у отпуска и, в общем, сдача единонационального тестирования. Все-все-все. Все это для многих родителей большой стресс, но с нашей программой мы попробуем разрядить обстановку, дорогие друзья, потому что у нас не сдача экзаменов. Хотя вы тоже можете, уважаемые телезрители, попытать свой мозг и узнать, правильно ли вы отвечаете на заданные вопросы, которые в течение эфира мы с Таней будем задавать нашим участникам, с которыми вы узнаете и познакомитесь их. Узнаете и познакомитесь с ними через несколько секунд в проекте «Энергия. Удачи». Энергия. Удачи. Нарико ТВ. 25 мая уже прозвучит последний звонок, и многие учащиеся 11 классов покинут школы, но перед этим им еще предстоит сдать экзамены. И сейчас мы вас познакомим с тройкой сегодняшних участников проекта «Энергия. Удачи». Добрый вечер, друзья. Под аплодисменты мы вас приветствуем. Давайте знакомиться, рассказывайте, переживаете, хотите закончить побыстрее школу, не хотите, рассказывайте все, что захотите. Здравствуйте, меня зовут Анара, я учусь в девятой школе. Конечно, переживаем все за ЕНТ, готовимся. Анара, а я слышала, что в этом году ЕНТ как-то поменяли. Как? Ну, в общем, сделали экзамены в школе, и так же остался... А это сложнее или полегче? Конечно, сложнее. Лучше было сдать 11 ЕНТ, чем потом еще в школе сдавать. То есть затянется выпускной балл, да? Да. Ну, а вы кем планируете стать в будущем? Я экономистом. Экономист. А почему вы выбрали эту профессию? Многие выбирают врача, там, и так далее. Ну, она всегда востребована, эта профессия. Везде пригодится. А вот экономист, у вас профилирующий предмет, значит, математика. Да, и география. И география. Вы должны четко знать все эти. Да. А вот многие наши участники, которым мы задаем вопрос, какой предмет сложный? Они говорят, это история Казахстана. Ну, так как я учусь в историческом классе, я думаю, для меня не очень так сложно. Но путаница бывает все равно, когда вот вы пробное тестирование сдаете? Да, бывает. А спариваете это с педагогами? Где-то да, где-то нет. Хорошо. В нашей студии сегодня второй участник представляет себя. Давайте знакомиться. Не впервые, насколько помню, в нашей игре. Всем привет, меня зовут Берик. Я учусь в средней школе лицея номер 23 и заканчиваю 11 классом. Отлично. Берик, а кем будешь в будущем? Я хочу стать журналистом. Журналистом? Серьезно? Подожди. А если ты хочешь стать журналистом, вот скажи, почему ты выбрал эту профессию? Это скорее такая детская мечта с класса 4, которая переросла уже в какую-то цель человека. А ты пробовал писать что-то для кого-то? Да, у меня есть инстаграм. А, то есть ты... И в нем я опущу свои посты. Порой даже их репостили. Новостные ленты Октюбинской. Да ты что? Да. То есть ты собираешь информацию, полгорода к тебе и... Да, зачастую это рецензии каких-то мероприятий, в которых я участвовал или как-то, ну, побывал. Слушай, здорово, браво. Коллега будущий, будущий коллега. И наша третья участница, очаровательная девушка. Давайте с вами знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Аймира. Я также учусь в средней школе лицея номер 23, заканчиваю 11 класс. И моя будущая профессия тележурналист. Тоже журналист? Я же кашлять захотел. Аймира, скажите, где будете учиться? Я буду учиться в Казанском федеральном университете. Здорово, хороший выбор, честно. Не реклама этого университета. Ну что ж, дорогие друзья, вот все вы через 4 дня покинете, грубо говоря, школу, да? Прозвучит последний школьный звонок. Школа, школа, я скучаю, слезы, учителя, цветы. Потом сдача ЕНТ, экзаменов, потом новая жизнь, этап новой жизни. Это университет, студенческие годы. Кстати, ты помнишь свои студенческие годы? Да, конечно. А что тебе больше всего запомнилось? Не помнишь? Больше всего как-то все было. От сессии до сессии живут студенты весело. Сессии запоминаются больше всего. Да, сейчас во многих университетах, вот, наверное, и в Казани уже ввели систему пластиковых зачетных книжек и пластиковых пропусков в университет. Надеюсь, у вас такое, друзья, будет удобно. А раньше мы таскали с собой одна книжка зачетная, вторая, третья, там, и так далее. Ну, книжка одна зачетная была, ну, пропуск, вторая, третья, библиотека, там, и так далее. Ну, с этим столкнетесь, увидите все. А сегодня мы с вами увидим темы, которые будут карточками к успеху, к победе в нашем проекте, в проекте «Энергия и удачи». Проверяйте знания и вы, уважаемые телезрители. Внимание на экран, участники и телезрители. Тема сегодняшнего эфира 21 мая. Автомобили, великолепная четверка, география, физика, музыка вокруг нас и экономика. За каждый правильный ответ вы получаете денежный приз. Тот участник, кто правильно ответит на большую часть вопросов, может сыграть и выиграть 10 тысяч тенге в супер-игре. Ну, а если участник отказывается, он может забрать свою сумму, заработанную в первом туре нашего телепроекта. Начнем? Итак, Анарочка, начнем? Да. Нет, ну все вместе начнем? Да. Да, 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 ну, в предвкушении последнего звонка, конечно. 21 мая в студии проекта «Энергию и удачи». Итак, Анара, выбирайте темы, которые вам близко. Чтобы развеселиться, музыка вокруг нас. Да давайте, разве... А что, скучно нам? Нет, не может. Ну, давайте послушаем музыку. Макс Барский. Ай, молодец, еще раз громче. Макс Барский. А ты можешь напеть нам? Я не помню. В голове моей. Туманной, манной. Хочу тебя набрать. Во-во-во, да-да-да. Спасибо, спасибо огромное нашим режиссерам. Давайте дальше, Анарочка, выбирайте тему. Автомобили. Автомобили, как называют микроавтобусы, совершающие поездки по определенным маршрутам. Это не шут. Это туристический автобус? Нет. Маршрутка. Мы встретились в маршрутке под номером один. Едем и... Молчим. Молчим. Хорошо. А вы хотите же выиграть деньги? Ну, подождите, Аймира, все впереди. Она равно собирает тему. А, экономика. Экономика. Вопрос. Таня. Что клиент открывает в банке? Что клиент открывает в банке? Счет. Да, Берик, счет. Берик, давай. Автомобили. Автомобили. Какой ваш любимый вид марка автомобилей? Ну, наверное, Бентли. Бентли. Ну, хороший для журналисток Бентли. Это вообще будет работать в Форпсе где-нибудь там. Конечно. Какой кузов автомобиля имеет открытый верх? Кабриолет. Совершенно верно. Кабриолет. Берик. Географию. Географию продолжаем. Начинаем. Как называют векторную диаграмму, характеризующую направление ветра? Как называют векторную диаграмму, характеризующую направление ветра? А-а-а. Цветок ветров. Подсказка вам была. Цветок ветров. Какой цветок? Роза ветров. Роза ветров. Совершенно верно, Анара. Подсказали все-таки. Вопрос сложный был. Давайте. Так. Музыка вокруг нас. Продолжим тему. Музыка вокруг нас. Мод и Ани Лоракс. Ани Лоракс, да. Не могу молчать, да? Там что-то, та-та-та-ра-та-та. Анарочка, молодец. Убирайте тему. Автомобили. Автомобили. С какой кухонной утварью обычно сравнивают неопытного водителя? Топор. Не, ну, не, не, не. Топор. Берек, подумайте. Чайник. Чайник. Молодец, Береке. Ответил верно. Давай, давай, выбирай. Великолепная четверка. Какой химический элемент таблицы Менделеева идет в ней четвертым и имеет соответствующий атомный номер? Хром, бериллий или бром? Хром, бериллий или бром? Далее же вариантов ответов дали. Итак, какой химический элемент таблицы Менделеева идет в ней четвертым и может соответствовать? Бериллий. Бериллий, молодец. Да, Альмира ответила верно. И настал ваш черепот. Альмирочка, давайте выбирайте. География. География. Как у вас география, кстати, в школе? Четверка. Четверка? Ну, хорошо. Главное, чтобы четверка была хорошая. Где находится Эверест? Кто ответит? В Индии. Нет, нет, нет. Где находится Эверест? Джамалай. Отвезите меня. Гималай. Это молодец. Да, Гималай. Верно, Нарочка. Выбирайте. География. География. Так, на каком континенте находится пустыня Сахара? В Африке. В Африке берег, да. Ребята, давайте побыстрее, чтобы нам больше заработать. Музыку продолжаем, слушаем. Слушаем музыку, друзья. Давайте, давайте, давайте. Еще громче. Так. Алексеев. Алексеев, да, совершенно верно. Тут у нас такое, да. Алексеев, верно. Продолжаем, продолжаем, Нарочка. Выбираем тему. Экономика. Еще раз. Экономика. Экономика. Вопрос. Какой баланс-бухгалтер предприятий приносит налоговую инспекцию? Ежемесячный, ежедневный, годовой. Годовой. Годовой, верно. Берег, выбирай. Автомобили. Автомобили. Итак, какой стране принадлежит производитель BMW? Ой, забыл, немецкая. Немецкая, понятно. Германия. Ладно, зачитаем, Анаре. Она все-таки первая была, нажала на кнопку. Итак, Анара выбирает систему. Музыка в руках нас. Музыку продолжаем, слушаем. Потап и Настя. Потап и Настя. Правильно, Анара. Ваш ход? Экономика. Экономика. Как называется регулярно получаемый доход с капитала или земли? Рента. Рента. Совершенно верно. И засчитываем Аймира. Аймира, спасибо, что ответили верно. Спасибо. Выбирайте следующую тему. Великолепная четверка. Великолепная четверка. Итак, какая актриса сыграла главную женскую роль в американском фильме «Фантастическая четверка», вышедшем в 2005 году? Дженнифер Лопес. Джессика Альба или Анжелина Джолей? Джессика Альба. Джессика Альба, верно. Альмира, выбирайте. География. География. Итак, что отмечают голубым цветом на географических картах? Моря и океаны. И еще? Реки. Вода. 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 Вода, водоемы, верно. Автомобили. Автомобили. Итак, что у автомобиля выхлопное? Туба. Совершенно верно, да. Выбирайте. Великолепная четверка. Великолепная четверка. Вопрос. В каком виде спорта матч разделен на четверти, то есть на четыре части? Это баскетбол. Совершенно верно. Баскетбол. Автомобили. Автомобили. Какое устройство автомобиля предназначено для охлаждения? Ну-ка. Да. Да, такая штучка интересная. Да, да, да. Давайте. Карбюратор? Нет, не карбюратор. Не карбюратор. Берег, знаешь, для охлаждения в Бентли. Находится в передней части. Да, да, в передней части. Эдиционер. На букву Р. Но не ручка. И не решетка. И не решетка. Это... Это берег, берег. Три. Три с половиной. Три с четвертью. Три-три. Три-два-три-один. Радиатор называется, друзья. Анара, выбирайте систему. Ваш ход. География. География. Итак, на побережье какого моря находится Тель-Авив? Какое море это? Эгейское? Нет. Берег вы сейчас не можете отвечать. Отвечает только Анара, либо Аймира. Итак. Тель-Авив. Это Израиль. На побережье какого моря находится Тель-Авив? Балтийское? Нет. Анара есть варианты? Нет. Нет. Средиземное море, друзья мои. Чтобы вы знали. Берег, ваш ход. География. География. Итак. Вопрос последний в этой теме. В какой части света находится Польша? Европе. Совершенно верно. На этом тему географии мы закрываем. У нас остается, внимание на экран, следующая тема, по которой мы будем задавать вопросы. Это у нас автомобили, великолепная четверка, физика, музыка вокруг нас и экономика. Какую тему выбираете? Автомобили. Автомобили. Тоже будет последний вопрос в этой теме. К сожалению, мы так увлеклись, что у нас нет вопросов по автомобилям. Закрываем эту тему. Берег, вам повезло. Великолепная четверка, физика, музыка. Экономика. Экономика. Хорошо. Вопрос по экономике. Танюш, давай. Какую фразу произносит человек, потерпевший финансовый крах? Плакали наши денежки. Наши денежки. Ладно, засчитаем. Я хотел рассказать. Берег, выбирайте. Экономика. Экономика. Как фондовые биржевики называют резкое падение курса ценных бумаг? Вот такой вот у нас произошел. Обвал. Обвал. Да. Да, Эльмира, верно. Выбирайте. Фантастическая четверка. Великолепная четверка. Фантастическая четверка. Интересное название. Итак, что принято называть четвертой властью? Вслед за тремя традиционными. Законодательной, исполнительной и судебной. Народной? Нет. Берег, вы должны это знать. Нет, нет, нет. Где мы находимся? Газета, телевидение, радио. СМИ. СМИ, верно. Итак, дорогие друзья, пока моя напарница Татьяна считает, кто сегодня, 21 мая, заработал сколько денег, я напоминаю, что в конце мая месяца мы подведем итоги. В прямой трансляции в социальной сети Инстаграм розыгрыш лотерейных билетов. Что для этого нужно? Просто приехать в торговый дом Энергия, что-то приобрести и получить на кассе лотерейный билет. Один остается у вас, другой в торговом доме Энергия. И, конечно же, в социальной сети Инстаграм будет выложена фотография с счастливым номером купона. Так что не проспите розыгрыш. В конце мая мы обязательно подведем итоги. Ну а пока продолжаем и узнаем, кто же сегодня выиграет главный приз – 10 тысяч тенге. Остановитесь на красном. С вами Энергия Удачи. Итак, вот итоги нашей сегодняшней игры 21 мая 2017 года. Анара зарабатывает 4 тысячи тенге. Браво, Анарочка! Берик зарабатывает тоже 4 тысячи тенге. И Аймира зарабатывает 3 тысячи 500 тенге. Браво, друзья! Ну вот видите, что-то хоть заработали. На выпускной хватит. Да. Ну почти на выпускной хватит. По итогам игры только один может выиграть 10 тысяч тенге. Сейчас такая ситуация, что и у Анары, и у Берика равное количество денег. По 4 тысячи. Мы задаем вопрос по теме из оставшихся. Внимание на экран. Давайте тему выберет Альмира. Вы у нас человек нейтральный. Тихо-тихо-тихо, не подсказываем. Какую тему выберете? Кто быстрее нажмет на кнопку и правильно ответит, тот и, возможно, будет принимать участие в супер-игре. Давайте экономика. Экономика. Итак, кстати, это последний вопрос в этой теме. Внимание. С каким заболеванием иногда сравнивают бурную деятельность на финансовых биржах? С каким заболеванием иногда сравнивают бурную деятельность на финансовых биржах? С? Лихорадкой. Да. Берик, ну что ж, у тебя сейчас на кону 4,5 тысячи, готов увеличить их до 10. Да, конечно. А если проиграешь, то ничего не получишь, понимаешь? Опасность, риск. Ну, кто не рискует, тот не рискует. Хорошо. Тогда я попрошу Анару и Аймиру выбрать тему для Берика. Внимание на экран. Физика, великолепная четверка, музыка вокруг нас. Великолепная четверка. Вы? Великолепная четверка. А вы? Физика. Хорошо, тогда я обращаюсь к Тане. Либо физика, либо великолепная четверка. Физика. Физика. Хорошо. Берик, как с физикой дела? Неплохо. Ну, тогда отвечай на вопрос. Какими свойствами обладает магнит? Что он делает? Магнит. Притягивает. Что? Магнетизирует. Что он притягивает? Металл. Ну, красавчик, молодец, да. 10 тысяч сеньге сегодня получает Берик. И мы, друзья, поздравляем вас уже. Заранее, хоть и говорят, нельзя поздравлять с днем рождения, а мы вас поздравляем с тем, что вы заканчиваете школу. Хорошей вам дороги. На вашей жизненном пути. Всех благ. И всегда знайте, что диплом обязательно нужен. Пусть он будет не по той специальности, по которой вы работаете, но вы будете спокойны, что высшее образование вам обязательно необходимо. До встречи в эфире, дорогие друзья. Увидимся 28 мая на РИКО ТВ в праздничном выпуске, который будет посвящен Дню города Ак-Тюбе. Благодарю Татьяну, благодарю Торговый дом Энергия и всех тех, кто сегодня был вместе с нами. Хороших вам прогулок этим воскресеньем. И, конечно же, всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok